Хемдейл представляет Продается дом Производство Барри Левенсона и Лайонела Джеффриса Картошка! Горячая картошка! Изумительный мистер Бланк! Художник Уилфред Шинглтон Свежая рыба Купите свежие рыбы, сэр, не пожалеете Свежие рыбы, сэр Еще этим утром была в море Свежая рыба Монтаж Тедди Дарваса Покупайте! Оператор Джерри Фишер Композитор Элмер Бернстайн Продюсер Барри Левенсон Автор сценария и режиссер Лайонел Джеффрис Быстро, быстро Карусель кружись Даже дети знают Что в ней вечна жизнь Только Мэри Кэмбок Не умрет Да, что вам угодно? Миссис Аллен? Миссис Ричард Аллен? Да, это я Я из адвокатской конторы, мадам Фирма Бланден Бланден Клявертон и... Видимо, речь о ренте? Что вы, нет Я вовсе не хожу собирать долги Я партнер фирмы Бланден Бланден Клявертон и... Как же этого юношу звали? Впрочем, вряд ли это существенно Ведь новость, которую я сообщу Будет вам чрезвычайно приятна Я лично искренне в это верю, миссис... Аллен Что ж, проходите, а то холодно Благодарю Дети, встаньте, у нас гость Продолжайте, милые Прошу прощения, что прервал ваш ужин Садитесь Чаю выпьете? За ваше любезное приглашение спасибо, но вынужден отказаться Лучше перейду сразу к делу Миссис Аллен Надеюсь, вас не обидит, что я хочу предложить вам работу Или, точнее, занятие с достойной оплатой Что в этом обидного? Моя фирма ищет надежного помощника Который согласился бы присмотреть за одним домом Дело в том, что нам Пока не удалось найти человека Который оказался бы в этом заинтересован Неужели это так сложно? Дом не близко Понимаете? Он очень славный, место хорошее Но на отшибе Далековато от города Есть женщина, которая приходит делать уборку Проживание для вас будет бесплатным А работы немного Что скажут дети? Что скажете? Здесь ужасно, не так ли? Я не смогла найти лучше Денег мало, много долгов У вдовы пенсия невелика Что? Извините, у него болят ушки от холода Сделаю компресс Не плачь Надо помочь Я справлюсь, дочка Поухаживай за гостем А что, чаю вы точно не хотите? Нет, точно Люси Поскольку мы одни, я бы хотел Задать вам один вопрос Учтите, это довольно необычный вопрос Так что отнеситесь к нему серьезно Конечно, сэр Задавайте Да, задавайте Что если бы вы увидели привидение В доме? Думаю, если честно Я бы испугалась Смотря какое это будет привидение Скажем Если оно просто бродит по дому и постановит Это можно пережить Хуже, если это какой-нибудь скелет без головы Корчит злые рожи Корчить рожи нереально без головы Точно Кстати, у меня есть основания полагать, что так не бывает Призраки, о которых я говорю Они похожи на обычных людей На детей, возможно На ваших ровесников Или на стариков Таких, как я Мы бы не испугались таких призраков, Люси Мы не знали бы, что это призраки Но, конечно, если они прозрачные И сквозь них Можно смотреть Это все равно, ведь не страшно Призраку, может быть, нужна ваша помощь Что ж мы с радостью Верно, Джейми? Я рад, юная леди Дети все понимают А вот взрослые Теряют способность верить В нереальные Вы можете услышать странные вещи О доме, в который переедете О привидениях Но бояться не надо И в свое время Вы все узнаете Зачем нам бояться? Мы отважные Спасибо, Люси Джеймс, спасибо Кажется, я засиделся Позвать маму? Нет, нет, мне пора Пусть она завтра придет в контору А где ваша контора? Вот какой умный юноша Она именно там? Это точный адрес? Такое чувство, что он устаревший Ошибки нет С Рождеством! Что? Ах да, с Рождеством вас Пожалуйста, приходите завтра Там будет Клевертон или этот Как там его? Джеймс, Люси Вообразите себе, что мы с вами три чародея Счастливого вам Рождества С Рождеством вас! Ну, кто он такой? Он не сказал Да, мадам Чем могу помочь? Я по поводу работы В качестве хозяйки По поводу работы? Вы искали помощницу следить за домом в деревне? Мы еще не успели дать объявление Как же вы об этом узнали? От вас пришел джентльмен? Джейми, визитку Его звали мистер Бланден Так здесь указано Он сказал о вакансии И направил нас сюда Ясно Извините, мадам Мистер Бланден в последнее время здесь не появлялся Я не знал, что он в курсе дела Если можно, назовите мне ваше имя И тогда я скажу мистеру Клевертону, что вы здесь О, Аллен Миссис Аллен И мои дети Это Люси Люси Джеймс Это Бенджамин Спасибо, миссис Аллен Да Ну что ж, извините Прошу прощения, мистер Клевертон Это странно Очень странно Действительно странно Пожалуйста, позовите Прошу, миссис Аллен Мистер Клевертон вас ждет Спасибо Доброе утро Здравствуйте Проходите, пожалуйста Вы можете сесть Если хотите Джейми, смотри Мистер Бланден В самом деле Вы разглядываете мистера Бландена? Да Это он к нам приходил Я боюсь, что это не совсем точно Джеймс Это портрет прадедушки мистера Бландена Который умер сто лет назад Да и наш мистер Бланден Вряд ли вас навестил Он в лечебнице Для душевнобольных Пожалуйста Прошу вас Должен сказать Я очень счастлив Что к нам обратилась Такая ответственная леди И готов подписать с вами контракт Арнольд Я надеюсь, что вас не смутят Всякие нюансы Которые мы обсудили Это суеверие Не больше того Не больше Вы Смит? Как, простите? Вы ведь Смит На визитке Бланден, Клавертон и Смит Вовсе нет Я мистер Клаттербак Вам повезло Мне? Такое имя трудно забыть Дурацкое имя Простите, сэр Счастливо, Герберт Счастливо, Дик Больше никто не выходит Остались только мы К усадьбе Пожалуйста В Ленгли Парк В Ленгли Парк Да, мистер Клаттербак Только не просите меня Снова донести вещи В усадьбе этой живет Сплошная нечистая сила Не просите меня помочь Мистер Клаттербак Поехали, Герберт Местное суеверие Осторожнее Это здесь Спасибо, Герберт Поезжай Спасибо КОНЕЦ 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 Ваш ключ, мадам. КОНЕЦ 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 Библиотека. Ужасно. Скажи, Джорджи, что будет, если прочитать много книг? Голова заболит. Какой же ты глупый. Сара! Забри дверь. Забри. Сара! 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 Сара, Сара! Сара, я знаю, где ты, Джорджи. Я тебя нашла. Подожди, Джорджи. Постой. Джорджи, подожди. Там Белла. Прячься. Прячься, Сара, Сара. Прячься. Сара, я на чердаке. Кто это? Сара, где ты? Сара, я на чердаке. Сара! Это всего лишь дети, Милочка. Что? Что? Всего лишь дети. А вы призрак. Моя милая, призрак? Что ты? Такер меня звать. Элси Такер. Я здесь только прибираю и все. Но, к сожалению, не успею закончить, как приходится начинать все по новой. О каких детях вы говорили, миссис Такер? Это ерунда. Не бойся, милая. Это всего лишь дети. Кто они? Кто они? Они? Эти дети. Видимо, из деревни. И они боятся призраков. Да, возможно. Дети знают о таких вещах больше взрослых. Пока, Люси. Пока. Может, это просто сказки? Но еще я слышала голоса. Голоса слышны во всех больших домах. Если в них долго никто не жил. А то я не знаю. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джеймс, скорей сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Вон там! Джеймс! Люс, что с тобой? Что случилось? Вон, я видела! Это... Джеймс, ты понял? Гости? Джеймс, двое! Двое! Туда, скорей! Гляди на лужайку! Джеймс! Люси! Люси! Наконец-то! Кто-то проявил здравомыслие! Прошу прощения! Другие с криком бежали! Ну, а вы нет! Я бежала! Сначала! Простите, я приняла вас за призраков! В тумане! Говорят, они живут в доме! Да, это известно! И вы убежите, обнаружив, что мы призраки! Мистер Бланден говорил о наших с тобой ровесниках! Выходит, вы призраки! Правда! Но это же значит, вы мертвы! Конечно же, нет! Вы только что произнесли ерунду! Мы живем, как и вы! Призрак не значит покойник! Он еще недостаточно взрослый! Джордж, теперь мы их нашли! Скажите, как вам помочь? В смысле, откуда вы? Расскажите, все по порядку! Со слов жили-были, так начинаются сказки! Джеймс! Хорошо! Их мама и папа трагически погибли! Экипаж перевернулся ночью по дороге из Лондона! Я есть в воскресенье жизнь! Верующий в меня, если и умрет, и живет! Нашим опекуном стал дядя Берти, сводный брат отца! А вторым опекуном мистер Бланден, семейный адвокат! Довольно хныкать перед всеми слугами стыдно! Клач, тебе заплатили! Клач! 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 После похорон дядя Берти уехал в Лондон! Он стал проявлять интерес к балету! И влюбился в балерину! Да, парень-то я! И ты, большой шалон! Тебя не пропущу, когда придешь в салон! Ведь других таких непросто теперь найти! Так, что знает дружок с тобой, нам по пути! Ее звали Арабелла. Она была красивая. Дядя Берти тоже так считал. Но в душе она была ребенком. Добрый вечер, дамы! Арабелла! Здравствуй, Берти! Возвлекайся! Посмотрите-ка! Берти, развлекайся, милая. Арабелла! Чао! Дядя часто наведывался в Лэнгли парк, чтобы пополнить свои доходы из частного источника. СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА Затем Арабелла и дядя Берти решили пожениться. В тот вечер они отправились заручиться согласием родителей Беллы. Посмотрите на него невинная речка, а залезет в любой карман. И этот тоже. Мистер и миссис Уиккинс держали отель для избранных постояльцев. Мама, это Берти, я о нем говорила. Мы помолвлены, вот. Уиккинс! Иди взгляни на джентльмена. Это жених нашей Беллы. Уиккинс! Смотри-ка, Артур. У-у-у! Дядя Берти и Белла поженились. 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 Дядя Берти и Белла народит детишек за 15 лет. Он же еще ответит за то, что так июнь и денежки лежат без движения. Ответит нам за все. Для начала я думаю присвоить тебе все, что в этом доме, так сказать, плохо лежит. У нас будет медовый месяц, моя милая Белла. А, поскорее бы, моя Берти, поскорее. Есть. Вот, теперь ты. Почти всю прислугу уволили. Миссис Уикинс стала вести хозяйство. С катертью дорожка вам всем. Сара, Джорджи, вы что, хотите поссорить меня с вашим дядей? В дом, пока не окалели от холода. Не плетитесь. Бегом. Окалели от холода. Ага. Миккинс, раньше ты кормила детей? Да. Да, миссис Уикинс. Да, миссис Уикинс. Отнеси им вот это и убеди, что они в постели. Да, миссис Уикинс. Я открою окно, как вы велели. Только сегодня холодно. Свежий воздух им на пользу. Комфорт их избалует. Много одеялом не давай. Смотри, чтоб они ничего не припрятали. Ты поняла меня? Да. Да, миссис Уикинс. Да, миссис Уикинс. Пуще вобла. Так, мой любимый. Как там твое зелье? Вот, мисс Сара, будет тепло. В этом сила прессы. Том, это Миккин. Доброй ночи, мисс. И мастер Джорджа. Пока, Том. Хорошо, что вы в постели. Вот ваш ужин. До завтра. Окно будет открыто. Миссис Уикинс велела. Счастливо. Доброй ночи, Том. Мы долго спали на жестких постелях. Питались объедками. И не понимали, что мы в опасности. Но однажды ночью мы теряем время. Все сильно затянулось, мистер Уикинс. Они только здоровее становятся, Уикинс. Слышишь меня, мерзкий слезняк? Я с тобой говорю. Уикинс, слышишь меня? Хорошо. Тебе говорю. Не страшен им холод. Почему? Почему? Такая буря бушевала сегодня до самого утра. Они должны были продрогнуть до костей. Ты не волнуешься о деньгах, вонючий клоп. Деньги! Тридцать тысяч фунтов, чтоб ты понимал. Они достанутся малышке Белле. Если Джорджи испарится. И вместе с ним эта дерзкая Сара. Она тоже. Это про нас, Джорджи. Испариться куда? Они убить нас хотят. Отстроим несчастный случай. Нельзя ждать вечно. Конечно. Ужаснейшее происшествие. Твое дело мне помочь. Все услышал? Дядя Берти, ему нужно сказать. Бежим. О, ты большой шалун. А теперь муза любви, моя сосисочка. Шаг вперед. Дивно, Белла, дивно. Еще поворот, сосисочка. Дивно, мое сокровище, дивно. Дядя Берти, послушайте, пожалуйста. О, что это такое? Дядя Берти. Вон отсюда. В это время суток нужно быть в постели. Оставьте нас в покое. Нас убить хотят. Да я сам вас прихлопну, если вы не ляжете через пять минут. Пожалуйста, выслушайте. Миссис Уикинс хочет, чтобы мы замерзли или от несчастного случая погибли. Постель, Сара. Я не лгу, не лгу. Это так. Постель обоим. И довольно портить мне нервы. Тетя Белла показывала мне сценки из классической истории. И тут врываются эти непослушные дети. Уходите. Белла, выстави их прочь. Да, милый Берти. Ну и кто дал вам право врываться сюда? Вон. Пожалуйста, дядя. Да сколько можно, Сара. Убить их хотят. Придумали. У вас богатое воображение. Так что молитесь, чтобы Господь вас простил. Да. 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 Ой, сосисочка. Сара, да? Может, нам показалось? Не показалось. Боюсь, что нет, Джорджи. Слушай. Лэнгли Парк. В Укингемшир. Да, я это написала. Апрель, шестнадцатое число. Дорогой мистер Бланден, вся надежда на вас. Уикинсы хотят нас уничтожить. Просим, спасите. Дядя Берти говорит, что это только наше воображение. Не поможете, мы убежим. Оставаться здесь опасно. Жду. Сара. Я тоже. Живей, живей, живей. Жалоба глупых детей. Ага. На жестокое обращение. На жестокое обращение. Они хотят убежать. Ага, не хотят. Убежать они не должны, миссис Уикинс. Закройте их. Вот ты славненько. Загляденье. Пошли, Уикинс. Уикинс. Субтитры сделал DimaTorzok Сара! Субтитры сделал DimaTorzok Не понимаю, Джорджи, что это значит? Пошли! Куда идти? В библиотеку, конечно! Ведь дверь осталась открытой! Пошли! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Куда, Джорджи? Ты понял, что нам нужно? Ключи разные бывают. Ты гляди. Почему библиотека изменилась, Сара? Может, она заколдованная? Шш, Джорджи, шш. Шш, Джорджи, шш. Чары снимет времени колесо. Чары? КОНЕЦ Это ключ, Джорджи. Нам дали ключ. КОНЕЦ Приготовить отвар, куда войдут. Мелисса, Исоп, водоросли, мускус, льянка. Льянка? Да. Бергамот, дерн, лунник, зайчья капуста и выпить его. И тогда вы мысленно перенесетесь в другое время. Тебе что-нибудь ясно? Не все. Может, это наш шанс, Джорджи? Вот. Чтобы мыслить точно и убежать от времени. Да, Джорджи, чтобы убежать. Кто-то указывает, как нам уйти. Но не в другое место, а в другое время. О, Джорджи! Может, это отрава? Нужно добавить каплю зелья миссис Уиккенс в джин. Если умрет, умрет, что ты, то дай дорога. Это убийство. Не думаю, что я дал ей отраву, но проверить же надо. Что ты на меня так смотришь? Я дал ей отраву. Найте рух Ministрик Um Логику сказал, что я пожелаю. Ух. - Или миссис Уикинс, или ее кот. Только кот ничего плохого не сделал. Ваш завтрак, свинята! Сара! Да, это был не яд. Отправиться с вами? Ваше время? Но как это? Отлищем травы, приготовим отвар. А дальше все зависит от вашего желания помочь. Мы готовы. Думаете, мы не остановим эту ужасную женщину? Поможете? Конечно, мы вас спасем. Сара! Сара! Мне нехорошо. Сара! Не бойся, дорогой. Ты вернешься, я буду там. Сара! 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 Он еще маленький и возвращается раньше меня. Ничего, мы там встретимся. Поспешим. Скоро я отправлюсь вслед за Джорджи. Главное, не забудьте! Каждого растения по пять листков. Заливаем кипятком. Варим один час, а дальше процеживаем. Выпьете и встретимся здесь утром. Обещайте не подвезти. Джейми, пожалуйста. Пожалуйста. Обещай мне. Обещаю. Обещаю, Сара. Пусть же сегодня погибнут в нас все жестокие мысли. Губительное безразличие, эгоизм людской. Лишь в помыслах светлых приходит к нам любовь Всевышнего. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Исполним гимн 292. Мама, можно нам с Люсей уйти? Можно узнать куда? Нет. Хорошо, но недолго. Обед в полдень. Люси, есть блестящая идея. Да. Надо изучить кладбище. Думаешь? Ну, Люси, иногда ты как скажешь. Не найдем камней с именами Сары и Джорджи, будем знать, что они остались живыми и невредимыми. Давай. Отправимся в прошлое, и все будет хорошо. Я же и говорю, блестящая идея. Тише, дети. Мне это не нравится, Джейми. Это неправильно. Не хочу искать. Не ищи. Уильям? Нет. Сара Кэтрин Латимор. Джордж. Люси! Люси, сюда! Да! Да! Сара Кэтрин Латимор. Джордж Ричард Латимор. Дата апрель 21-е. Сто лет назад. Завтра будет сто лет. Ровно. Да, удивительно. Верно. Ровно сто лет прошло. Бедные дети. Какая трагедия. Кто они такие? Я готов рассказать тебе о любой могиле вокруг этой церкви. Я служу тут сторожем уже с сорок годков. Скажите, кто они? Ужасная история с ними произошла, когда они спали. Случился пожар. Огонь в библиотеке занялся. Книги вспыхнули мгновенно. Спасти детей не удалось. Уж очень огонь был сильный. Это в той стороне. Идемте. Я покажу еще кое-что сюда. Давайте. Это здесь. Никакого камня. Говорят, сын садовника полез их спасать. Совсем мальчишка. Имя неизвестно. Мой дед говорил, что он был примерно вашего возраста. Парнишка этот решил по трубе залезть к окну спальни. Да вот только труба соскочила, он сорвался вниз и погиб. Еще был опекун. Старый джентльмен. Адвокат, кажется. Он приезжал вечером. Когда он возвращался в Лондон, его экипаж сломался. Вдруг он увидел пожар издалека и бросился назад. Обнаружив, что все погибли, горевал он сильно. Очень сильно. Опоздал, опоздал, повторял он. И еще долго лил слезы. Говорят, он умер от горя. Добавляют даже, что утратил рассудок. И его призрак некоторые видели в пустующем доме. В Лэнгли парк. А еще в саду детишек встречали. Их, правда, видели. По-настоящему видели. Видели? Последние сто лет это призраки. Лучше не ходите туда, детки. Там не чисто. Держитесь оттуда подальше. Не получится. Почему? Мы живем там. Да? Я пошутил. Я все выдумал. Не существует призраков. Это зависит от того, как посмотреть. Призраки есть. Я их видел сам. Плотнее завинти крышку. Не хочу снова это варить. Да, и времени нет. Поскорее вперед. Сара! Сара! Я решила, что вы передумали. Где Джорджи? Он немного повздорил с миссис Уикинс. Она его заперла. Том вызвался за ним присмотреть. Спешить нужно. Я выпила всего каплю. Сара, прежде всего я должен сказать... Джеймс! Да, Джеймс, не бойся, говори. Мы были на кладбище. У могилы. Там твое имя и Джорджи. Сто... Сторож сказал, был пожар. Верно. Пожар был. О, Сара! О могиле я знаю. Но Джорджи нет. Я знаю. И знаешь еще, сто лет завтра будет. Верно. Блонден, помните? Я был у вас. Здравствуйте. О, да. Времени у нас немного. О чем вы, сэр? Вы тоже не живой? Видишь ли, Джеймс, мистер Блонден, который сейчас перед тобой мертв. Чего не скажешь о другом, не внявшем жалобам Сары и Джорджи? Он их бросил. Я мучился сто лет угрызениями совести. Бесконечные сто лет. И вот теперь у меня есть надежда исправить совершенное зло, чтобы наказание, которое я несу, закончилось. Поэтому я разыскиваю того, кто бы согласился доверить мне свою жизнь. Я должен разрушить Чары, которые создал. Мистер Блонден, сэр, вы просите вам помочь? Вы поэтому позвали нас в Лэнгли парк. Поэтому нас нашли. Да. Сделать это оказалось непросто. Впрочем, это того стоило. Как нужно действовать? Это еще не ясно, мой друг. Можешь не сомневаться, я стану оберегать вас от любых возможных опасностей. Я совершил зло. Его надо исправить. Ради Сары, Джорджи и меня. Спасибо. Люси, поверь ему тоже. Ладно. Я постараюсь. Спасибо. Теперь в путь. Не бойся. Джейми. Ну же. Пей еще. 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 Джейми. 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 Люси. Джейми. Действуй. Действуй. Теперь в путь, Джейми. От любых возможных опасностей. Где Джорджи? Сторый сказал был пожар. Джейми. Обещаю. Отправиться с вами в ваше время. Я вижу по вашей одежде. Я вижу по вашей одежде. Я вижу по вашей одежде. Я вижу по вашей одежде, что вы не отсюда. Может быть, вы приехали из Нового Света? Из Нового? Да, Америка Новый Свет. Да, можно сказать, мы из Нового Света. Замечательное место. Да, это так. Конечно, добираться долго. Тем не менее, я планирую однажды там оказаться. Мисс Сара учит меня читать и писать. Поеду попытать счастье. Говорят, что для молодого человека в Америке есть много перспектив, если не бояться работы. Да, Томми. Но как мой брат? Он жив, здоров, но говорит, что хочет есть. Сара! 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 Где ты, негодница? Целуется где-нибудь с этим садовником, я чувствую. Знаю я их всех. Позвольте мне к ней выйти. Я ее не боюсь. Я жизнь отдам за вас, мисс Сара. Да о том я знаю. И сейчас ради меня беги. Ладно. Нам идти с ним, чтобы она не узнала. Останьтесь в тени. Сара! 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 Сара. Все! rit. Так вот ты где, одна, как я погляжу. Кто был с тобой здесь только что? Какой-нибудь грубиян-слуга? У тебя не только ума, но еще и вкуса нет. Простите, миссис Уикинс, я пришла к Джорджи, он заперт в подвале. Значит, ты пришла поговорить с Джорджи? Где вход в подвал, ты знаешь? На кухне, миссис Уикинс. На кухне, миссис Уикинс. А зачем явилась конюшню? Здесь же нет входа в подвал, не так ли? Нет, миссис Уикинс. Нет, миссис Уикинс. Можно говорить через стену. Неужели? Ну, тогда возьму утром и укреплю ее. Отпустите его, миссис Уикинс, он еще ребенок, а в подвале темно. Не говори мне о своем братце. После того, что он сделал, я не выпущу его до Рождества. Пожалуйста. Заткнись! О, моя рука! На, 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 на зад. Что это такое? Это был я, не трогайте больше Сару. Тебе кто-то здесь в помощнике вызвался. Это я помощник. Джеймс. Надо меньше пить. В прошлую ночь из бутылки вылез джин, а теперь кто-то хватает меня за руку. Мы призраки. Получилось? Да. Том нас видел, а она нет. Злобная старуха. Кто я? Кто злобная старуха? А ну пошли. Давай, пошевеливайся. А Джорджи? Останется где сидит. Джеймс. Что? Она нас не заметила. Миссис Уикинс не видит. Мы оба привидения. Бумс, чудеса. Миссис Уикинс, мне больно. Будь моя воля сделала бы еще больней. Дети нынче отбились от рук. Миккин! Миккин! Да? Да, миссис Уикинс! Да, миссис Уикинс! Отведи мисс Сару в спальню и запри. Да. Да, миссис Уикинс! Да, миссис Уикинс! Мама! 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 Мое новое платье. О, Белла! Ты просто прелесть. Поверни, чтобы твоя мамочка могла вдоволь тобой налюбоваться. Да, Белла, ты как картинка. Как только Берти тебя увидит, он совсем потеряет голову. Я прелестна саросью. Я прелестна саросью. Больше всех себя люблю. Я прелестна. Ты прелесть, Белла. Это так. Спасибо. Она похожа на розовую свинью. Белла, что? Что случилось? Она нас видит? В душе она еще дитя. Значит, видит. Мама! Призраки! Они прозрачные, но я их вижу. Их двое. Что ты, Белла? Никого здесь нет. От тебя несет мамочкиным джинном. Вон они! Вон! Слушай меня, Белла. Я буду преследовать тебя, пока ты не освободишь маленького Джорджи. Джорджи надо выпустить. И меня оставят в покое. Кто оставит тебя в покое? Там никого нет. Есть, ма! Джорджи, свободу! Перестарался. Что такое? В чем дело? Я слышал вопли. Белла. Любовь моя. Белла. Ау. Да. Берти. Что? Это так страшно. Пусть мама выпустит Джорджи, чтобы меня не преследовали. Но кто тебя преследует? Что здесь происходит, миссис Уикинс? Мастер Джорджи был очень грубым, сэр. Берти, сынок. Очень грубым. Я заперла его за это в подвале, сэр. Берти, сынок. Сейчас же отпустить. Я не позволю, чтобы Белла нервничала. Миккин, соль нюхательную. Да, сэр. Вы чего ждете? Сыночек миленький. Как же мне мою девочку оставить? Моя женушка, милая теща, в моих надежных руках. Выполняйте, что вам велено. О, не кричите. Сердце колет. Того и гляди остановится. О, нет. О, у меня обморок. Обморок. Достаточно, миссис Уикинс. Довольно. Представление окончено. Вы не актриса. Идите и немедленно освободите Джорджи. Иди с ней, Сара. Белла, моя сосисочка. Кто тебя обидел? Это я. Спасите. Мама, 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 мама. Мама, 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 мама. Мама, 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 мама. Мама! Что за шум у них там в гостиной? Они ужинают. Давайте-ка мы подслушаем, что они замышляют. Джорджи, ты идешь с нами, только веди себя тихо. Понятно? Понятно. Хорошо. И тут викарий споткнулся, стихарь. Заканчивают. Там мистер Бланден. Удачно складывается. Время уходит. Что будет дальше? Ты точно должен ехать. Твоя соловушка будет очень скучать. О, я всего лишь на пару дней курочка. Мистер Бланден считает, что мне следует поехать с ним в Лондон. Простите, миссис Арабелла. Мистер Бланден горько пожалеет об этом. Ну не плачь, сосисочка. Ну, Джорджи, теперь пошли. Это поможет сэкономить немало времени. Я должен зарабатывать деньги, сосисочка, иначе не смогу покупать тебе платье. Мистер Бланден, сэр, выслушайте. Что это такое? Дядя Берти о нас не заботится. Пропадем, не заметит. Слушайте ее. Как вы смеете? Несносные дети. Дядя Берти ваш опекун. Вы должны относиться к нему с почтением. Но миссис Уиккинс хочет с нами разделаться, мистер Бланден. Не оставляйте нас с ней. Послушайте ее. Берти, милый, она что, обвиняет мою мамочку? Не нужно верить, дорогая. Твоя мама прекрасная женщина. Такая добрая, внимательная, редкой души. Твоя мама ведьма и пьяница, Белла. Не смей. Это моя мамочка. Не смейте свою мамочку. Я не могу это выносить. Гадкий мальчишка. Я тебе сейчас даю запрет. Попустите. Я хочу, чтобы мистер Бланден вспомнил, что произошло дальше. Но как? Это еще не произошло. Он должен вспомнить хоть что-нибудь. Он привел нас. Так вас двое. Два мистера Бландена. Да, Джеймс, правильно, нас двое. Он, это тоже я. Но не знает о вас. Я вас привел. Я расскажу все ему. Но вряд ли он услышит. Он начисто лишен воображения. Что же делать, мистер Бланден? Мы хотим помочь, но не знаем, как именно. Не спешите. Пусть все точно так же идет. По крайней мере, пока пусть идет. Так что вы наберитесь терпения. Ждите терпения. Ждите терпения. Не волнуйся. Я вернусь, как только получу достаточно денег. Что поделаешь, моя сосисочка? Уже едем, Бланден? О, рвуар, моя единственная девочка. Я вернусь, я вернусь, я вернусь, я вернусь. Я вернусь, я вернусь, я вернусь. Я вернусь, я вернусь. Давай, Люс. Сара! 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 Джорджи! Нужно найти их. Чувствую, время пришло. Бланден уехал, заперли Сару. Уже скоро, Люси. Я знаю. Вдруг миссис Уикинс передумала и не заперла их. Может, они в детской? Люси, что? Я подумал. Что? Детская над библиотекой. И что? Именно там начался пожар. Джеймс, все идет так же, как было. Бежим. 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 Спрячемся, а то заметят. Нас же не видят. А Белла? Точно. Баловница я, и ты большой шалун. Тебя не пропущу, когда придешь в салон. Да, баловница я, и ты большой шалун. Тебя. Я делаю это тайно по доброте душевной. Выпейте это, пока меня мама не увидела. Спасибо, Белла. Не за что. Возьми ключ. Нет. Она скажет маме, что он пропал. Нужно взять его так, чтобы не увидели. Проследи за ней, когда она выйдет. Спокойной ночи. На баловнице я, и ты большой шалун. Тебя не пропущу, когда придешь в салон. Так что знай, дружок, с тобой нам по пути. Они выпили все? Да, мам. Ты сказала, как я велела. Больно же, мам. Да, я им все сказала. А именно? Я делаю это тайно, по доброте душевной, сладких снов. Да, заснут они крепко. Да. Ты моя умница. И пусть думают, что я подобрела. Отлично. Ты отнесешь это на кухню и очень чисто вымоешь. Очень чисто. Чтобы чашки засверкали, ты кипятком их обдай. Нужно что-то сделать. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ КОНЕЦ Я залезу в комнату. Ключи все равно нужно достать. Бежим. Все, ложусь спать. Мистер Уикинс. У него хворост. Хворост, Люси. Пожар он устроил. О, нет. Бежим. КОНЕЦ КОНЕЦ Оставайся здесь. Я попробую взломать дверь в детскую, а ты предупреди Тома. Он тоже в опасности, Люс. Удачи! Сара! Джорджи! Мисс Сара! Сара! Мисс Сара в безопасности? Нет еще, она в детской. Джейми хочет взломать дверь. Том, не надо. Это опасно. Это правда опасно. Ты упадешь и разобьешься. За мисс Сару я, не задумываясь, отдам свою жизнь. Но ты ей не поможешь. Только хуже будет. Мистер Уиккенс, не надо. Я знаю, что случится. Мне все известно. Сара, Сара, вы там? Сара, Сара. Прошу, не умирайте. Сара, проснись. Мисс Сара! Откройте окно, мисс Сара. Скорее. Нет, прекратите! Они здесь, Люси! Мисс Сара, она жива? Они живы, но не могут проснуться. Их опоили. Мисс Сара. Я вас убью. Ясно? Я предупредил. Я предупредил. Я предупредил. Я предупредил. О, мисс, мисс, сейчас ведь не время, что ли? Уикинс, ты всех угробить решил? Мисси Зарабелла, пожалуйста. Уикинс, Джеймс, я боялась, что ты не выйдешь. Я возвращаюсь. Присмотри за Сарой. Том! Сара! Он живой! Живой! Где Джорджи? Он еще наверху! Том! Том! Луч! Том! 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 Я не знаю, что делать! Я здесь, Джорджи, здесь! Джеймс, мы пойдем вместе. Тебя не тронет огонь. Час настал. Смотри вперед. И не бойся. Я совсем ничего не чувствую. Нужно идти дальше. Том, где Джорджи? Наконец-то. Наконец-то. Спасибо, мой друг. Джейми! Джорджи! Мистер Бланден, вы же обещали их оберегать! Джейми! Люси! Джорджи! 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 Сара! Сара! Джорджи! Джейми! Джейми! Джорджи! Джейми! 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 Джейми, пожалуйста, Джейми! Вернись, пожалуйста! Джейми! 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 О, как же так, мистер Бланден? Ничего не вышло! Я не уйду без Джейми! 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 Я не уйду! Где Джейми? Где ты, Джейми? Я не уйду без Джейми. Джейми. Джейми? Джейми? Джейми! 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 Джейме! Джейме? 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 Джейме! Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое, Да приедет царствие Твое, Да будет горо Твое на земле и на небе. Хлеб наш насущный, Надо им сказать, Джеймс не умер. Он заблудился во времени. Я должна ему помочь. Но нет мистера Бландона, и никто не поверит. Бог не хочет, чтобы Джеймс умер. Это глупо. Джеймс заблудился во времени. Вот и все. Аминь. Всемогущий, вечный, праведный и милосердный Боже, Дай нам поступать по Твоей воле, Делать то, что Ты хочешь, Чтобы мы могли следовать по стопам Возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, И Твоею благодатью достигнуть Тебя В Троице Совершенной и Единстве Простом Живущего и Царствующего. Что, если ничего не изменилось? Да и что могло измениться? А если могила Сары и Джеймса исчезла? Что за глупости? Уж не рассчитываю ли я найти зияющую дыру, Вокруг которой в изумлении толпятся люди? А если ничего не изменилось? Что это значит? Нам все приснилось? Но где тогда Джеймс? Добрый путь! Добрый пастырь, отдавший жизнь за своих агнцев Фредерик Персиваль Бланден Отдал жизнь, спасая детей, опекуном которых являлся Апрель, двадцать первое, сто лет назад Вчерашний день, сто лет назад Удалось Джейми, слышишь? Люси! Люси! Очнулся! Джейми, очнулся! И вдруг он проснулся И сразу же попросил поесть, но почему-то сказал Прости за опоздание, словно отсутствовал Зайду к нему Конечно, дорогая Я тебя люблю Все хорошо? Конечно А что? Где ты был? Был? Да, был, Джеймс Но где ты был? Ты не помнишь? Где ты был? Ты была тоже? А ты думал? Люси, мы ведь справились? Да, Джейми А около церкви неожиданно исчезла могила Удалось, Джейми, удалось С твоей помощью Клаттербак Боюсь, придется возвращаться Ничего страшного Я получила письмо Секреты Мистер Клаттербак? Мэм, рад вас видеть Я тоже рада Это очень хорошо Что у вас нашелся хозяин? Ну, а с нами что? Где будет наш дом? Мэм, рад вас видеть Привет, лебеди Где ты пряталась? Они не закончили? На чердаке А они не закончили Это синяя ваза? Да Я чуть не разбила ее, когда хотела взять ключи Миссис Уикинс Но едва ли Я смогла бы это сделать Она была здесь до Сары и Джорджи И после нас будет еще долго Возможно Не честно это все Джеймс Люси Идем Что ему нужно? Я не знаю Он взволнован, как всегда Мистер Клаттербак, Джеймс и Люси Здравствуйте Ну, когда ехать? Когда? Да, когда Возвращаться Когда? Мы остаемся, Джейми Если кратко То наш мистер Бланден Неизвестным образом Неожиданно излечился От умственного недуга И поэтому В минувший вторник В 4 часа 30 минут Явился в контору И сказал Вот свидетельство о браке Мисс Сара и мастера Тома Я принял свидетельство И понял, что старик еще ничего Читайте же Как будто эти люди Наши родственники Предки по папиной линии Они жили здесь сто лет назад А затем в Америку уехали Не просто лет сто назад А ровно столетия назад Миссис Аллен Нью-Йорк Америка Сто лет назад Сара Латимер Из Ленгли Парк Вышла за Томаса Мортима Расадовника по профессии Признаться Он не из ее сословия Мистер Клаттербак Приехал сказать Что мы наследники И весь дом принадлежит нам Мы остаемся Плюс нам положено 500 фунтов в год Пособие Причем пожизненное Так можно? Задано законом Дорогой Джеймс Не буду вдаваться в подробности Вы пока не поймете Прошу вас Пройдемте Чтобы все прояснилось Сара? Том? Точно Наша прапрабабушка Сара? Наш прапрадедушка Том Мистер Бланден Мистер Бланден Мистер Бланден? Который? Который? Мы же три чародея Мой друг Мистер Бланден Ура! Дом наш! Он наш, Бенжи Представляешь Он наш! Он наш! Он наш! О, в ролях Грэхэм Гроуден До свидания Пока Бенжи, до свидания Дороти Эллисон Бенджамин Смит Стюарт Лок Счастливо всем Дэдди Дэвис До свидания Дэвид Лодж Большое спасибо Большое спасибо Счастливо Мэдлин Смит, Джеймс Виллиерс Даяна Дорс Надеюсь, вам понравилось Счастливо До встречи Розалин Лендер Марк Грэнджер Пока Пока Гарри Миллер Лин Фредерик До встречи Лоуренс Нейсмит Фильм переведен и озвучен Отделом дублирования Телерадиокомпании Петербург Пятый канал Петербург 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 Продолжение следует...